Сменить привычный уклад жизни и решиться на что-то совершенно новое. Для героя нашего следующего сюжета это был ответственный выбор и один из самых верных. О том, как это, кардинально поменять профессию, в нашем следующем материале. Кто решил, что работа со станком и металлом не женская? Хрупкая девушка, мать троих детей Катерина Четвертакова считает, что установленных границ не существует, а выходить за общепринятые рамки, переворачивая свой мир, это интересно. Много лет отработала секретарем, потом я была на госслужбе, и я задумалась, что, наверное, пора сменить свою деятельность. Долго думала, размышляла, и как-то так получилось, что попались ключи. Вот сложилась так жизнь, что я решилась сделать этот шаг, хотя не понимала, как я буду это делать, смогу ли я вообще, но получилось, я считаю, что неплохо. Приняв необычное решение, за короткий срок Катерина выучилась в мастерской у наставника, а дальше методом проб и ошибок набивала свои собственные шишки. За семь лет постоянной практики профессионализм мастера вырос. Вертикальный, флажковый, крестовый и другие ключи теперь Катерина делает за считанные минуты. Львиную же долю времени занимает выбор заготовки, а их порядка 50 видов. Бывали случаи, когда нужной не было и приходилось включать фантазию. Профессия – это довольно-таки творческая, скажем, не так, что, как многие думают, раз выточил ключ, там и всё готово. Много очень нюансов, которые приходят только с опытом, с годами. Просто научившись делать ключи, хорошим мастером не станешь. Практика, опыт дают свои результаты. С ключами Катерина обращается как живыми, а от работы получает настоящее удовольствие. Разве не это счастье для человека? И совсем не важно, что думают другие. Главное – чувствовать востребованность в своём деле и поддержку близких. Мой выбор для них, может быть, был неожиданностью, но я человек такой, что я всё время выбираю что-то такое, что не все выбирают. И в дальнейшем я не удивлюсь, если я, может быть, даже выберу какую-нибудь ещё профессию. Вот у меня папа сейчас, допустим, пасечник, пчеловод. И я не удивлюсь, если через несколько лет я тоже стану пчеловодом. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачёв, Телеканал Север.